Мария Молибран, испанская певица. Мария Фелиция Гарсия Ситчес родилась 24 марта 1808 года в Париже в музыкальной семье. Ее отцом был Мануэль Гарсия, композитор, певец, стенор и педагог. Россия написала для него партию графа Альмавилы в севильском цирюльнике. Матерью Хаакина Ситчес Брионас, оперная певица, сопрано. Сестрой Полины Виардо, певица, меца, сопрано. Такой же голос был и у Марии Молибран. Ее братом был Мануэль Висенте Гарсия, педагог и певец-баритон. В 1811 году Сия поселилась в Неаполе. Мария впервые выступила на сцене вместе с родителями в шестилетнем возрасте. Училась в музыке и пении у отца. В 1815 Сия переселилась в Париж, затем в Лондон. Мария училась в монастырском колледже в Хаммерсмите под Лондоном, который закончила в 1824-м, владея пятью языками. Вторично дебютировала на сцене Королевского Лондонского театра в роли Розина в севильском цирюльнике в 1825 году. Когда примадонна Джудита Паста не смогла выступать по состоянию здоровья, отец Марии предложил, чтобы его дочь взяла на себя роль Розина в севильском цирюльнике. Публике очень понравилась молодая певица, и она продолжила исполнять эту роль до конца сезона. Затем с триумфом выступала в Париже, Нью-Йорке и Мехико. Подписала контракт с итальянским театром в Париже на срок с 1828 по 1834. С близком выступала в Милане и Венеции. В 1831-м она познакомилась с бельгийским композитором и скрипачом Шарлем Деберио, с которым в ходе совместных гастролей у нее завязался роман. В 1834 году Молебран переехала в Англию и начала выступать в Лондоне. В конце мая 1836-го она выступила в «Деве Артуан» Майкла Балфа. Также занималась сочинением, ей принадлежит несколько песен, в том числе и слова Марселена де Борт Вальмор. В 1835-м ей был представлен Гюлиус Бенедикт, немецкий пианист и композитор еврейского происхождения, в карьере которого она сыграла значительную роль. В сентябре 1836-го Молебран была в Манчестере и участвовала в музыкальном фестивале в коллегианской церкви Королевского театра на Фонтанной улице. Она рухнула на сцене во время выступления на бис в театре, но настояла на том, чтобы выступить в церкви на следующее утро. В том же 1936-м году 19-го века она рассталась с мужем Эженом Молебраном и при содействии маркиза де Лафайета вышла замуж за своего любовника Берио. Мендельсон сочинил по этому случаю свадебную арию. От их брака родился известный впоследствии музыкант и музыкальный педагог Шарль Бельфрид де Берио. 23 сентября 1836-го года она безвременно скончалась во время представления от травм, полученных при падении с лошади. Она не обратилась к врачу, боясь ампутации сломанной ноги. Ей было 28 лет. Похоронена в Брюсселе. Библиотека Королевской консерватории в Брюсселе хранит, среди прочего, посмертную маску, погребальный отчет доктора Беллоумини на четырех страницах, а также разрешение Манчестерской церкви на передачу тела Молебрана в Брюссель. Молебран посвящали стихи Мюссе и Ламартин. Ее образ вошел в роман Джордж Сант Консуэлла, а Молебран сняты фильмы Гвида Брюньоне, Саша Гетри, Бернера Шрёдтера и другими режиссерами. Написано несколько романов. В 2007-2008 годах Чичилия Бартоле дала серию концертов к 200-летию Молебран. Дочь Марка Твена, Сьюзи Клеммонс, умирая от спинального менингита, написала заключительную бредовую прозу, адресованную Молебран, которую она считала своего рода покровителем. Скажи ей, чтобы Бог благословил тени, а я благословляю свет. Субтитры создавал DimaTorzok